Так, коллеги, 10.00, мы начинаем нашу работу. Сегодня у нас пятый день нашего Уральского молодежного энергетического форума. Мы движемся дальше, у нас сегодня новые задачи. Тема сегодняшнего дня – прогрессивные решения и требования к развитию энергетики. И вопрос ключевой дня – какая энергетика нам нужна? Для того, чтобы построить эту работу, мы пригласили сюда экспертов в этой области по этому вопросу. Алексей Ильич Потапов сейчас с нами в студии. Мы видим даже, Алексей Ильич, мы вас видим. Добрый день. Не знаю, слышим ли мы вас, можно как-то отозваться. И слышно ли вам, нас, достаточно хорошо. Погромче, погромче можно сделать. Так, ну теперь мы друг друга, по крайней мере, слышим, да? Да, сейчас лучше. Но какое-то идет все равно прерывание. Если вам удобно, я могу начать. Да, да, да. Вас слышно очень сейчас хорошо, отчетливо, прерывания нет. Можете говорить. Пожалуйста. Можно говорить, да? Да. Так, ну, коллеги, я сегодня хотел бы представить вам нашу уральскую инициативу, с которой мы поедем в ближайшее время в Москву докладываться. Будет самый высокий уровень этой инициативы. Проект очень революционный. Может быть, для многих он будет неожиданный. Поэтому надо приготовиться к тому, что будут какие-то, какие-то, прямо скажем, ну, поначалу непривычные ощущения. Значит, проект он связан с комплексом производства углеводородов, синтетических углеводородов, с помощью возобновляемых источников энергии, метана, ну и в дальнейшем выбросов промышленных предприятий. То есть будет дарейше применяться углекислый газ, смертных заводов, угольных электростанций и так далее, металлургических заводов. Технология наша российская. Отрабатывали мы ее не один год. Идея заключается в устройстве гигантской электростанции на полуострове Ямал. Электростанция будет набрана из единичных ветроэлектрических установок мощностью 8 мегаватт. Масса каждой порядка 1200 тонн. Общая масса, включая фундаментные рывы, до 3000 тонн. То есть вот такие огромные сооружения предполагается сооружать на полуострове Ямал. Общая мощность этой электростанции произойдет всю мощность российской энергосистемы составит 250 гигаватт. Ну, об ветроэнергетике я не буду говорить. Это известная технология. Отличия связанные с новейшими достижениями, с единичной мощностью, с организацией работы в ветропарках и так далее. В принципе является то, что в этом проекте что он собственно электрическую составляющую имеет не очень большую. Конечно, будет выработка какая-то электронагия, она будет приходить на материн. Будет питать, в том числе, уральский регион. Но в первую очередь электронагия будет уходить на генерацию водорода, на кислорода. И вот эти два компонента потом в качестве исходного сырья будут подаваться на синтез диметилового эфира и дальнейшем бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Эти вот четыре компонента будут являться основой для экспортного потенциала проекта. Ну, конечно, не обойдется здесь и без серьезных инфраструктурных решений. Предполагается все-таки строительство линии электропередач высокого напряжения, постоянного тока Салихард, Бованенко, Салихард, Карасантулинск, в дальнейшем, может быть, дальше Екатеринбург, Челябинск, Магитогорск. Вот. И проектная цена электронагии получается порядка 90 копеек, что очень хороший показатель целевый, который может стремиться. Вот. Проблема заключается, может быть, не столько в выработке нашей стране, не столько передач, не столько в решении технических вопросов, сколько в том, чтобы на этот рынок выходить, предлагать эти продукты для промышленных предприятий. Потому что, как вы знаете, решение о развитии российской электроэнергетики, не ветров, прошу прощения, я говорю, по фрейду, было принято еще во времена реформирования РАО и ЕС. И эти решения были связаны с накачкой нашей энергосистемы теплогенерирующими мощностями. То есть, любой ценой привлечь максимальное количество инвесторов, чтобы они построили электростанции. Ну и в дальнейшем это должно было обеспечить устойчивый рост страны. Вот такая ситуация мы не будем скрывать с перефинансированием этого сектора, в части генерирующей части, она как раз привела к тому, что рынок электрической энергии и электрической мощности в следящее время практически отсутствует, то есть он занят. Выходить туда ни малым, ни средним, ни даже крупным новым игрокам практически невозможно. То есть у всех, кто подписан договор на присоединение мощности, всем надо эти деньги окупать, всем предприятиям, которые вложили в место компаниям, а игроки очень крупные. Поэтому, естественно, свободных мощностей нету, и поле для развития новых электрогенерирующих мощностей оно, по сути дела, отсутствует. Тогора подписана до 20-го, 22-го, даже до 25-го года. То есть в все эти годах будут действовать надбавки, условленные рынком. соответственно рынок должен быть, соответственно эти люди должны получать вот эти вот суммы. Поэтому в этих условиях было очень непросто найти рынок, на который можно выходить. И, соответственно, вот это было самой главной, самой основной задачей. Вот такую задачу мы решили, удалось ее решить. Рынок этот, синтетические моторные топлива, и он мировой рынок. То есть вся продукция практически там 90-95 процентов все это будет отправляться на экспорт. Ну и соответственно электроэнергия через продукты будет востребована на экспортное. Поэтому, если кто-то занимается альтернативной энергетикой или вообще энергетикой, то прежде всего он должен решать для себя на старте входа в эти задачи, он должен для себя решать пререстую проблему рынка. Сможет ли он туда зайти, сможет ли он понять, как там он будет работать. И только после этого приступать к решению технических, технологических и организационных задач. Конечно, те задачи, которые будут стоять на Ямале, они чрезвычайно сложные. Можем, допустим, назвать такие параметры. Лобовое усилие, лобовое усилие на ось турбины горизонтально свыше 1000 тонн. То есть, представьте, на высоте 120 метров действует лобовое давление 1000 тонн. То есть, это очень серьезное усилие. Транспортировка очень сложная. Причем, не только до Ямала, но и внутренне мало. Пришлось разрабатывать специальные летательные аппараты. Один летательный аппарат это специальный дирижабль полужесткой конструкции, конструкции итальянского инженера Фолини, адаптированный нашими российскими учеными и косметрами. Уникальная новаторская разработка. Это для перевозки лопастей других крупногабаритных грузов с челябинской. Частично из предприятий Екатерибург, которые будут достребованы в комплектации изделий. Длина лопасти 70 метров, масса ее 32 тонны. Соответственно, никаких транспортных средств в мире не существует для перевозки таких транспортных грузов. В Европе и во всем мире как правило электроэнергетика ограничена мощностями 22,5 мегаватта и единичные мощностями ВЛ. Связано это с тем, лопаст мой бы 42, максимум 34 метра и должна вписываться в радиус саповорота. Плюс ограничения по просветам под мостами и так далее. В Германии как правило на ночь вообще все движение закрывается и всю ночь дороги заняты перевозкой крупногабаритных грузов под ветроэнергетикой. Но это государственная политика в нашей стране. Во-первых, то, за кровать это сделано и будет, во-вторых, не проведем мы никуда такие грузы. то, 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 длина 200 метров, как я говорил, для этого 29 метров, больше 70 тысяч кубов гелия, уникальный аппарат, на сегодняшний день будет крупнейшим в мире серийным дирижаблем. Другая проблема, которая на Ямале встанет, это очень серьезная проблема, связанная с местными транспортными проблемами. То есть, мало того, что надо ставить, не только надо лопасти, лопасти, это можно прямо на площадку доставить. Металлоконструкции, генератор, системы преобразования в определении мощности, среди стола и так далее. То есть, это все мелкие, такие грузы, которые будут доставляться железной дорогой до Ямала. Вот и в дальнейшем там внутри. На Ямале ездят, есть кто, может быть, не знает, в основном. В основном зимником пользуются это на зиму. Наши ждут зимой, зимой, дорогу расчищают и ездят. Я вижу, да, компаньон звонит. Конечно, когда такие объемы идут, надо монтировать две машины в день, защищать на 6 лопастей и привозить, плюс запас технологически имеет, значит, где-то примерно 15 вылетов в день делать цепелином или дирижаблем. Вот. То есть объемы очень большие и, конечно, ждать, пока это все будет замерзить, пока там растительны, потом там снимать приходится с трассы частенько. Балваненко на сегодняшний день работает 600 крупных автомобилей, половина из них постоянно в застрявшем состоянии, это по проектам Газпрома. Поэтому, конечно, пришлось решать эту задачу. То есть, одно дело, когда люди не спеша делают, строят газовые объекты, и другое дело, когда речь идет о серийном монтаже, который должен укладываться каждый день, каждую секунду, все должно двигаться и все должно быть регулярно в течение ни одного дня, ни одного года, многих десятилетий. Поэтому, такой транспортный средств тоже пришлось создать. Это транспортный экраноплан. Если кто не знает, это летательный аппарат, который идет на высоте полтора-два метра поверхности земли, использует для несущей способности эффект отраженной волны. Соответственно, энергозатраты его оказываются меньше, чем у самолета, чуть повыше, чем у автомобиля. Такое транспортное средство со временем был лидером в производстве таких. Мы даже изготовили на 20-20 тонн. Наша страна на Каспийском море применялся в военных целях. У нас меньше аппарат, 32 тонны для перевозки свай. Длина его 28 метров будет, диаметр до 30 тонн. Плюс можем перевозить цепучие элементы линии лэб, аппорта и далее. Такая работа у нас ведется по социализованию с Министерством промышленности Федерации, Министерством образования науки. То, что аппарат будет изготовлен, все работы предварительные сделаны, тоже будет изготовлен и поставлен на серийное производство. Всего планируется порядка 200 аппаратов в будущем. Они будут отслуживать не только этот проект, но и газовые проекты на Ямале, на дальнейшем и нефтяные. Потому что экранопланы идут одинаково и на тундре, и по тундре, и по снегу, и по льду. В льду в словах полтора до двух метров нормально все для них. Вот такие вот новаторские решения в части монтажа, в части транспортировки по технологии изготовления ВЭО, по это отдельно вообще вопрос, там будут применяться сверхпрочные углекомпозитные материалы для производства лопастей, применяться постянные, будут применяться генераторы на постянных магнитных, будут магнитные разгрузители стоять, опор, очень много технических решений, которые в нашей стране не применялись или были очень редко использованы в прошлом времени. Есть еще одно интересное решение, которое сейчас прорабатывается. Работу ведут Александр Ильич, немножко громче можно, потому что стало тихо и слушать сложно. Силикатов и Курчатовский институт. А он меня не слышит? Российская Академия Наук. Написать можно? И с этим решением они пока не вышли, но они готовят очень серьезное предложение. То есть мы согласовали вот эти все работы. Если они будут готовы выступить и сказать, что да, там у них есть законченное решение, то мы тоже их будем включать предложение по этому проекту. Заключается это предложение в революционности применения систем передачи мощности. Ну, суть в чем, на Ямале все равно будет производиться метан, то есть он будет производиться в большом количестве, он будет поставляться на материк. И одно из предложений поставлять метан не в газообразном взратном состоянии, а в жидком состоянии. Шутку жидким тазидким тазидким тазидным минус 161 градус. У них созданы у наших ученых готовы технологии по высокой температурной сверхпроводимости, температура там порядка 135 градусов, то есть запас 20-градусной и технологически, технически возможно исполнить трубу, наполненную жидким метаном и центральной жилой в виде сверхпроводника, исполненного на оксидах И3. И вот такой сверхпроводник вполне возможно может быть будет применен. Конечно, не как основной, скорее всего основное олене будет как обычное, традиционное, но в дальнейшем на расшивку и на развитие этот вариант не исключается. То есть может быть наша страна будет лидером в освоении новых технологий передачи энергии больших мощностей на сверхдальние расстояния. Проблема очень большая, очень серьезная. Не просто уложить тушенаду, уметь и по частям укладывать, и ремонтировать, обслуживать. Вода там это достаточно сложная проблема. То есть это все решается и есть такое предложение. Повторяю, если будет готово, сформулировано, то оно будет в качестве дополнения к нашему предложению участвовать. Это совместное предложение Суды Курчатова и Суды Силикатов Пятипустого НИИ Российской Академии наук. В общем, принижать как-то или превышать масштаб строительства для нашей страны не имеет смысла. То есть это понятно, что масштаб огромный, просто огромный. Применение водорода и в промышленности не имеет аналогов для объяснения. Это просто водородная экономика. Она так и называется водородная экономика, которая ставит все с ног на голову или наоборот с головы на ноги. И водородная металлургия, это энергетика, это электроника. То есть есть современная технология. Не возможности представить себя современная промышленность без водорода. Что Америка производит водорода примерно 100 раз больше, чем в России. Соответственно, у этой страны есть хорошие достижения во многих отраслях. Потому что водород является одним из основных элементов для многих технологических процессов. Но выйти на этот рынок, начать производить дешевый водород, это задача очень непростая. Наша цель это 0,5 доллара за килограмм водорода. Мы понимаем, как ее достигать, как ее решать. Эту задачу мировое производство водорода сейчас находится на цене в лошадном случае 2,3 или 2,5 доллара за килограмм. В основном это водород метанового происхождения. Все технологические процессы в Америке и в Китае которые частично в Норвегии которые основаны на применении возобнования к источникам энергии они все имеют цену порядка от 6 долларов за килограмм. То есть это совершенно непринимаемые цифры. Причем даже цифра 2,5 доллара великовато. То есть это все признают. Ну а та цифра которую мы видим и которая реально просматривается 0,5 доллара за килограмм. Это революционная конечно цена. Вот и соответственно достигнут она может быть током революционными методами. Вот эти методы они как раз отличают возобновляемую энергетику от энергетики не возобновляемых источников и связано с тем что объект генерации соответственно электролизер имеет 10% стоимости вейл в основном все-таки стоимость имеет вейл ну и соответственно амортизация тоже падает на вейл основная то есть требование очень простое то есть 10 лет еще как-то допустим может поискать финансовые ресурсы может найти метание можно купить машину но после 10 лет амортизации она должна работать полностью без обслуживания вот это вот самое главное требование то есть одни раз машину поставили и забыли на 100 лет то есть вот это главная исходная предпосылка для получения дешевого водорода то есть ремонт ноль соответственно топливная составляющая у нас ноль по определению вот если допустим в газовых электростанциях 70% себестоимости это газ в атомах 20% себестоимость топлива уранового ну у нас ноль возобновляемой энергетики ноль вот поэтому нулевые ремонты вот это есть главное требование для достижения такой цены ну соответственно отсюда вытекает следующее требование которое предъявляется конструкцией это очень высокая несущая способность усталостная способность то есть лопасти должны ходить по 25 по 30 лет соответственно подшипники не должны быть практически нагружены но это требует применения технологии связанных с веткоземельной продукцией будет такой завод строится у нас для производства 15 лонтоноидов плюс и 3 скандия 17 редкоземельных элементов все это позволит разгрузить опорные узлы снять на генератор практически все проблемы ремонтов за исключением статра все равно останется но там современные технологии позволяют там поставить капитальный ремонт раз в 40 лет то есть можно считать что это не очень большие затраты все остальное все удачи мощности будет сконцентрировано там тоже есть решение которые измеряются десятилетиями сейчас то есть важно поддерживать режим важно поддерживать правильных технологий производства чтобы сделать машину полностью не обслуживаемой на Ямале это будет особо требоваться ну и второе конечно условие после не обслуживаемости это сила ветра то есть сам непосредственно ветроэнергетический потенциал Россия обладает уникальными в этом смысле ресурсами у нас окупаемость по ветроэнергетике по самой ветроэнергетике по ветроэнергетике по ветроэнергетике на условиях Ямала и Тамыра где-то раза два с половиной в три лучше чем в Северной Дакоте это лучший американский штат по ветерной сущности ну и где-то раза два мы превосходим регионы Дании входящие со стороны Северного моря там входящие потоки очень сильные там они имеют циклоническое происхождение у нас нет циклоническое происхождение у ветровых потоков у нас в нашей стране вот эти два северных участка это полуостров Ямал и полуостров Таймар это в основном охваченные глобальными течениями так называемая полярная ячейка и происхождение этого потока не циклоническое это следствие работы Солнца на экваторе то есть на Солнце на экваторе Солнце нагревает воздушный поток он на высоте 20-20 км стремляется к полюсам на северной и южной потом падает на полюсах и вдоль поверхности земли возвращается на экватор вот такая глобальная циркуляция циркуляция как вы знаете она еще имеет и боковые ветви это на высоте на широте 30 градусов и 60 градусов на 30 градусах имеет место нисходящая потокность на широте и 60 восходящий ну и соответственно земля вращается сила корюлиса присутствует и поэтому возникают пассаты устойчивые очень ветры в районе трясодия параллели вот ну и у нас тут циклонические залозы бывают то есть это все неустойчиво если пассат является устойчивым но у него маленькая энергетическая насыщенность от 5 до 8 метров имеет секунду тот циклон имеет непостоянно рваный характер они могут зайти могут не зайти вот но полярная ячейка полярный телеканал есть только у нас она есть в антарктиде еще вот вот это ветроустойчивые они очень энерго насыщены вот ну использование их это важнейшая народно-хозяйственная задача и соответственно к решению задачи мы будем приступать ну вот в основном все как касается фундаментарных таких серьезных вещей этого проекта масса будет конечно всевозможных мелочей встречаться на пути ну вот такой вот революционный проект и нам предстоит осуществить и вы будете свидетелями этого всего интересного дела спасибо спасибо за внимание если есть какие-то вопросы мы можем обсудить спасибо Алексей Ильич вот конечно то что мы слышим ну так потрясает воображение 250 гигаватт 8 мегаватт единичной мощности метрика диметиловый эфир транспортировка дирижаблями экранопланы вообще водородная энергетика и водородная экономика правильно ли я понимаю что если мы хотим использовать потенциал наших достаточно больших или масштабных если сказать гигантских запасов наших недр то делать это стоит только с помощью революционных технологий а не традиционных технологий только это и может дать эффект как бы ни казалось это ну скажем так непросто мягко говоря правильно ли я понял дорогу первых осилит идущий во вторых есть у возобновляемой энергетики как бы она не называлась нетрадиционной на самом деле это самая традиционная энергетика что энергетика невозобновляемых источников вот она как раз нетрадиционная а человечество всю жизнь жила на возобновляемой энергетике и это как раз светлая энергетика является традиционной если вы возьмете цену на электроэнергию ну средним по Соединенным Штатам Америки за последние 30 лет с 82 года то цена электроэнергии основанная на невозобновляемых источниках энергии на угле в основном в газе выросла в 3 раза вот считайте с 82 года по 2012 год цена на электроэнергии вывезла в 3 раза ну и соответственно себестоимость связана естественно с удорожанием каждый раз нам приходится все дальше идти ну и нам и американцам всем за углем за газом за нефтью за сланцем зачем угодно в это же время себестоимость электронаги выработаны на ветровых электростанциях в те же США тоже с 82 года по 12 год она упала в 10 раз вот то есть и этот наиверс и будет дальше продолжаться ну с чем связано что какая бы ни была у вас высокая начальная точка в этой в этой гонке за дешевизной электроэнергии в любом случае вы будете идти постепенно постепенно к снижению цены как бы труда вам не было как бы труда не было обществе если общество помогает то постепенно процесс приходит в нижнюю в нижнюю в нижнюю на более нижний уровень почему потому что топливная составляющая 0 и каждое новое совершенствование которое находится в плоскости науки техники организации труда оно все равно приводит к снижению то есть полностью работает человеческий потенциал то есть психотерийская составляющая человека она работает каждый день каждый день кто-то изобретает каждый день что-то лучше делать и соответственно каждый день мы идем в сторону уменьшения цены я уверен что вот та цена которая сейчас на ветроэлектрическую электронарию сложилась в Соединенных Штатах Америки в Китае она уже ниже чем цена на угольных электростанциях она еще упадет то есть будут более увеличены масштабы производства поставлены на поток эти машины лучше будет осуществляться монтаж новые будут оборудование применяться при монтаже при исследовании ветровых подводов и так далее то есть потенциал он все равно идет вниз может быть не по экспоненте может по другим кривым но в любом случае вниз в невозобновляемой энергетике неизбежно идет все это дело вверх то есть каждый раз все дальше каждый раз все труднее каждый раз все глубже значит сланцевый нефть сейчас уже на глубине 2,5 3 километра сейчас у нас бажановскую с виду у нас осваивают пытаются доказать что это новый источник энергии вот ну а с чем это приводит это приводит к очень простые вещам в этом году в россии впервые на 2 процента упал экспорт нефть то есть у нас нет просто новых физическом я имею ввиду финансовом повысился физическом упал то есть нету просто не успевает страна не успевают люди свое новое месторождение просто приходит глубже дальше ямалнецкий округ на 2 миллиона упал тонн это основная наша нефтегазная нефтяная провинция вот они там 265 примерно миллионов добычи 2 миллиона может не очень много но это стабильно падение вот и где дальше добывать и что это проблема то что она что у нас стране что в других странах может быть за исключением судской арарий пока это и их коснется но там принимают меры поэтому конечно конечно опора на свой интеллект на на те дары которые господь послал человеку это гораздо более серьезное основание чем на чем на то что у него лежит под ногами вот Алексей Ильич еще один вопрос как вы оцениваете весь этот проект весь этот пакет технологий Россия способна создать сегодня Алексей Ильич было немножко прерывание было пожалуйста повторите пожалуйста вопрос повторите да вопрос вот в чем вот этот пакет технологий они все революционные прерывные можно сказать а способна ли Россия создать этот пакет технологий их же практически сейчас нету ни кранопланы например там ни прочее сверхдальние электропередачи которые можно перебросить там гигантское количество электроэнергии там до Южного Урала и дальше это сложный но смотрите когда-то когда-то ведь индейцы строили большие города гигантские города в Южной Америке Центральной Америке вот а сейчас индейцы ходят и смотрят и думают неужели это мы все делали вот бывают такие вещи целые цивилизации умирают потому что не находят пути развития и потом ходят и смотрят на остатки своего величия и удивляются и говорят неужели это были мы Советский Союз имел ну и тем более Российская империя гораздо более мощное государство чем Советский Союз мы имели такие научно-технические возможности которые нам сегодня уже многим-то молодым людям и не снятся то есть они даже не знают о том что мы это все могли допустим в 63 году у нас ракета успешно ушла на Марс вот а в этом году вот у нас мы с опорной орбиты не смогли отправить вот спустя 50 лет вот как технологии могут быть деградированы не исключено что через некоторое время кто-то будет рассказывать что когда-то эта страна запускала в космос людей вот вопрос в том чтобы успеть успеть остановиться успеть перестать деградировать успеть собрать тех людей которые у нас есть и технически ничего в этом такого экстраординарного нету мы эти проблемы наша страна решала и решит и эту проблему вопрос заключается не в науке не на не в науке не научно-технической плоскости он заключается больше в политической плоскости больше в том что есть мировое распределение труда мировом распределении труда нашей стране установлено место все все знают какое место нам установлено вопрос в том чтобы сопротивляться вот этой мировому распределению труда не принимать мы но это одна декларация надо как проходить все эти схемы которые помне впечатляют схеми сложные которые придуманы между родным капитализмом вот эти многоярусная схема она начинается на том что маленький при 5 не может дорасти до среднего мирового большого большое предприятие подчиняется интересам четырех западных банков крупнейших. Ну и так далее, которым говорят, что вы должны делать и так далее. То есть это целая система выстроена для того, чтобы это все дело упрессовывать. Поэтому надо знать, как с этой системой бороться. И вот это главная трудность. А ночью технической трудности я не считаю, что это трудно. Понятно. Очень хороший ответ я услышал. И очень хороший образ про индейцев. Просто великолепно. На самом деле я это и имел ввиду. Мы здесь обсуждаем как раз проблемы нашего развития, нашей страны, в том числе научно-технического развития. Мы понимаем, что в Советском Союзе были созданы, скажем, линии на ультравысоких напряжениях и могли передавать там на большие расстояния электроэнергию и могли бы двигаться и дальше. Наработки были интересные. Но вопрос-то в том, способна ли сегодня Россия в международном разделении труда занять снова, занять достойное место? И вроде бы указываете, что нужна политическая воля. В этом никто не сомневается. Но вот вопрос. Конечно, она нужна. Достаточно ли только вот этой политической воли, чтобы сегодня Россия, скажем так, не только перестала ведь деградировать, а совершила некоторое возрождение, в том числе технологическое возрождение. Вот немножко еще вот в этом плане. Есть ли у вас такая вера, что ли, хотя бы наверное так, в том, что эти шансы у нас еще есть и точка невозврата еще не переедена? Да, конечно. Я был удивлен, когда мы начинали реализацию этого проекта. Я был удивлен, что такое внимание администрация президента уделила нашей поддержке. То есть мы не имели на самом верхнем уровне. Мы не имели никаких проблем. То есть быстро это все дело протолкнулось. Мы получили заключение Академии наук, целого ряда министерств. Ну, просто проект релиционно очень большой. Соответственно, очень много людей будет вовлечено в реализацию. Конечно, такие вопросы надо и согласовывать и все. И точно на самом высшем уровне, на самом высшем уровне понимание того, что новые научно-технические достижения и крупнейшие проекты, в том числе вот такие вот масштабные, как вот этот шестой проект. Такие вещи нужны. Вот. Ну, не только высшая руководство страны имеет вес у нас. Тут еще много других кругов, которые имеют свои интересы и которые просто бывают и неорганизованы и просто у нас еще правовое поле не отработано. Там пересечки происходят и наступление друг к другу на интересах. вот с точки зрения, конечно, высшего руководства все нормально. Ну, и их тоже может понять, Им нужна сильная страна. То есть, им тоже не нравится, когда в них ноги вытирают. Любому человеку не нравится, когда в них ноги вытирают. Не только президенту, но и маленькому человеку. Ну, когда президент, президент ноги вытирают, говорят, что ты будешь делать то, что мы тебе скажем, то, что нашим международным силам выгодно, значит, в любом случае ему это неприятно. Конечно, человек сразу находит в себе и волю, и желание, чтобы эту ситуацию поправить. Но, когда он начинает поправлять, натыкается на интересы других людей. Вот. И интересы очень сильно структурированы. Я повторял, что они проплачены. Это все в системе строилось не один год, она строилась 20 лет. Поэтому надо уметь это все дело преодолевать и находить пути. Ну, мы находим. Так что нету, я не вижу здесь непредалимых препятствий. Это все будет решено. Спасибо большое. Мне вообще очень нравится ваша уверенность. Но вот я хотел бы тогда уточнить уже тогда такую деталь. Вы уже много лет занимаетесь этим проектом. Это был заказ, это было финансирование, была государственная поддержка или какие-то другие еще были мотивы, движущие вами и вашими коллегами? Ну, вот это, наверное, самый сложный вопрос. Это, наверное, самый сложный вопрос. Да, который мне задали. Сложно сказать, что было первопричиной. Конечно, я начиная с 93-го года искал пути для строительства возглавляемой энергетики. Еще в 93-м году я понял, за какой именно технологии будет будущее. Будущее за ветроэнергетикой. Тогда я построил машину двухкиловаттную испытал ее. На ней понял, единичные параметры должны быть. Получил я в то время 5 мегаватт единичный параметр. Соответственно, надо увеличивать мощность было в 2-2 тысячи раз. и пришлось это все дело откладывать, откладывать, откладывать. Вот. Но в дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем, наверное, не только вот этот мотив был основным. чем больше человек идет по своему жизненному пути, тем больше он начинает понимать, что он не только один человек, он часть общества. И в его действиях начинают проскальзывать и соображения и общественного, и общественного результата. и я думаю, что вот эти вот чувства, которые я испытывал, связанные с протестом против нашего всеобщего обнищания, против нашей научно-технического обнищания, я бы так сказал, против нашей научно-технической деградации, эти чувства, я думаю, тоже присутствовали. Поэтому этот проект несет еще и вот эту составляющую, это протест против нашей научно-технической деградации, против нашего ослабления. То есть вот, я бы сказал так, что две составляющие – научно-техническая и вот такая вот, может быть, не очень обычная. Спасибо. Примеры так, я могу сказать. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Коллеги, есть вопросы? Коллеги. Пожалуйста. Добрый день. Слышно, если, вот очень интересно, вообще оцифрована ли стоимость данного проекта и есть ли вообще сроки окупаемости у него, если вот как бы такие цифры есть? Конечно. Значит, проект займет 40 лет. Стоить он будет порядка 800 миллиардов долларов. Механизмы привлечения этих средств понятны, известны. Как они работают, тоже понятно. Ну, для сравнения, я вам скажу, что общий мировой оборот возобляемой энергетики в 2011 году составил 261 миллиард долларов. Вот. То есть, эти средства, они присутствуют, они есть и на российском рынке, и на международном рынке. Ну, и с точки зрения революционности, конечно, из других рынков могут быть приходить деньги. То есть, проблем с привлечением финансов в этот проект не будет. Он реально подъемный. Такие ресурсы есть. Самое главное, что он базируется на твердом сбытии. Синтетические нефтепродукты имеют практически неограниченный рынок сбыта. Считайте, у нас сейчас на 2 миллиарда населения до 50-го года оно еще повысится. Те, которые есть люди, они еще будут ездить. Купят там в 3 раза больше машин. То, засчитайте, это в 6-7 раз потребление топлива возрастет до 50-го года. Поэтому нет проблем ни со сбытом, ни с соответствием с привлечением финансов под этот рынок. Я хотел задать вопрос, забыл, по диметиловому эфиру. А есть в мире признана его не только экологичная безопасность в использовании? Нет ли тут барьеров? Этот продукт, это тот, который, это продукт будущего на самом деле? Ну, смотрите, диметиловый эфир – это базовый продукт. Это базовый продукт. Значит, у нас предусмотрена в установках боковая ветвь. То есть там мы можем отгружать и диметиловый эфир, и мы можем отгружать и бензин. То есть бензин маркет 92-95. То есть мы готовы производить, поставлять и в том числе на внутренний рынок. Причем он соответствует нормам экологичности евро-6. То есть там серы практически нету. Достаточно количество разветвленных парафинов C8 и выше. То есть он по всем параметрам превосходит многие традиционные бензины. Соответственно, дизельное топливо, авиакеросин. То есть это все побочные продукты. Поэтому говорить только о диметиловом эфире, говорить, что он, допустим, будет, конечно, на первом этапе это было бы неправильно. То есть есть традиционный рынок, люди привыкли заправлять бензин, пусть заправляют. Но диметиловый эфир, в чем его преимущество? Что это, если это сырье, базовое сырье, то он может выступать и как источник других нефтяных технологий. То есть это всевозможные пластмассы. То есть выгоднее все-таки транспортировать именно базовое сырье. Так же, как и... Вот зерно является базовым товаром. То есть он тоже старается не налегать на свинину, накурятину. Базовое товар – это зерно. Дальше вы там привозите и дальше как угодно используют. Можете курицу взять, можете свинью вырастить, может что угодно. Другой можете съесть. Вот, например, в таком же плане, как зерно, я думаю, что таким же базовым продуктом в нефтехимии, скорее всего, будет диметиловый эфир. В нашей стране в 2003 году был специальный съезд, посвященный, кто не знает, иерархию, но организация деятельности, сновки, артисты. Я расскажу, что съезд – это высший орган какой-то отрасли. У нас съезд был посвящен именно диметиловым эфирам, он прошел в 2003 году в Казани. И были приняты очень серьезные решения. И с точки зрения я поддерживаю, что это именно будет базовый продукт. То есть, ни метан, ни другие компоненты имеют, то есть, именно диметиловый эфирам, он легко транспортируется, то есть, он имеет вязкость, дистресс, ниже, чем, допустим, у солярки. Поэтому, если вы посмотрите на транспортировку, стоимость транспортировки одной калории или джоуля энергии по трубопроводу, то выяснится, что себестоимость джоуля в диметиловом эфире ниже, чем, допустим, в метане, раз в 15, наверное, в 20. То есть, нулевый практически, здраво на перекачку, на обслуживание продуктопроводов. Ну и плюс это еще ввиду того, что он наиболее универсальный, простой, его же могут производить массы других производителей. То есть, экономика, сигаретабельность будет понижена, но это тоже рабочие места. То есть, масса в стране щепы, масса соломы, это все может быть утилизировано небольшими предприятиями, переработано в диметиловый эфир. Технические требования к нему совершенно другие, чем, допустим, на входе в трубопровод, там, по нефти, скажем, да, не каждую нефть вам еще пустят. То есть, это целая проблема. А с диметиловым эфиром все просто, вы берете щепу или соломой перерабатываете, форму простая, технические условия удовлетворяете, врезаетесь и протарете. То есть, это система, национальная система трубопроводов по передаче диметилового эфира, это совершенно другое дело. У них и затраты энергетические, там, в 20 раз ниже, чем у обычных нефтепроводов, газопроводов. И они максимально ориентированы на другие источники топлива. Ну, в частности, если взять железнодорожный транспорт, значит, смотрите, в России 58,5% элитрифицированных железнодорог. Допустим, в Швеции 68, в Швейцарии 66, во Франции 61%, в Польше тоже 62%, а в Америке 1% всего. Причем, американские железнодороги начинали именно с элитрифицированных. То есть, 90 лет назад они были все практически поголовно элитрифицированы. Люди пришли к поводу, что не выгодно применять элитрифицированные железнодороги. Достаточно применять тепловозы, это будет выгоднее. Соответственно, и у вас и габариты груза увеличиваются, ну и капиталовложения строительства дорог. То есть, большая протяженная сторона у нас была бы крупнейшая ошибка допущена в стране, когда тотальная, вот практически, элитрификация была. Вот, так что для железнодороги деметиловый эфир это может быть даже еще и лучшее дело, потому что его завозить никуда не надо, просто на месте может делать. Для больших протяженных пространств, для такой стороны, как наша, использование тепловозной тяги, это же, ну практически сейчас уже все понимают, что была гигантская ошибка допущена по тотальной элитрификации. Сейчас у них поэтому и растут тарифы, они еще сделать не могут, потому что платят за электронергию, а электронергию растет вверх. Были бы они независимые, сидели бы на топливе, в частности, таком топливе, причем топливе, которое имеет тенденцию к понижению, он и будет понижаться, потому что я говорю, что его источник заболевает энергетика в данном случае, а этот источник имеет тенденцию к понижению. Соответственно, цена железнодорожьей перевозок будет падать, там, так далее. То есть, многие вопросы придется пересматривать в нашей стране. Распределенного производства вот этого топлива по всей стране, допустим, в Сладилстоке, допустим, здесь коридор будет до европейской части, и на тепловозной тяги, ну, значит, надо... Местные источники производства, это же выгоднее получается, чем тотальная электрификация. Там колоссальные получаются цены. Поэтому... Вот так бы я говорил. Перспективы есть. Спасибо. Еще один вопрос. Слишком много всего будет изменено. Андрей Андаков, группа «Экономика». Значит, замечательная техника и экономическая идеология проекта, но поэтому, видимо, он сильно разноплановый. Вопросов будет три тоже разноплановых. Вот при проработке проекта предусматривается уже применение всех технологий, которые имеют реальное технологическое воплощение, или предусмотрены участники проекта, где заложено применение решений, которые найдут решение, ну, технологизацию в ближайшее будущее? Ну, конечно, основные технические решения закончены. В проекте работают, у нас порядка 20 германских компаний с нами сотрудничают и поставляют технологии. Конечно, полностью мы все сами не успеваем сделать. У нас просто нету времени, дефицит. Но во все эти технологии постепенно, есть и японские подрядчики, и китайские, там, вот. Ну, во всей технологии, то есть у нас есть точки входа, мы понимаем, как туда будут заходить наши русские инженеры, мы понимаем, что мы туда вносим, то есть есть ряд решений, которые мы будем вносить, вот, есть решения, которые будут революционные, с точки зрения, и для, в общем, для Германии, вот те решения, которые мы предлагали, там, не применяются, они с очень большим интересом, и готовы сотрудничать с нами в развитии. Но я повторяю, что базовые исходные точки мы слишком много потеряли, поэтому будут, конечно, многие, многие вещи будут основаны на работах западных компаний, они у нас присутствуют в проекте. Вот, а в дальнейшем, конечно, все будет совершенствоваться, то есть не может быть, это неизбежный процесс, да, вы не сможете остановить, нельзя человеку запретить быть лучше, нельзя ему запретить делать каждый день лучшее изделие. Это Генри Форд говорил. Каждый раз у вас все получается лучше, и это неизбежно. Поэтому, конечно, все будет применяться. Ну, вот второй вопрос. При применении ветроэнергетики в достаточной мощности, те страны, которые эксплуатируют ветряки, они уже начинают сталкиваться с вопросом изменения ветров. При применении решения такого, ну, скажем так, кардинально другого порядка мощности, сосредоточено в одном месте, не приведет ли это к такому же экологическому эффекту, как переброска сибирских рек в Среднюю Азию? Значит, ваш вопрос имеет две составляющие, причем вторая наиболее серьезная. Значит, ну, первая просто решается и просто отвечается. Значит, смотрите, на экваторе температура плюс 25 градусов, значит, на полюсе зимой минус 35. На нашем полюсе, на северном, минус 35, минус 40. Ну, соответственно, температура и напор получается где-то градусов 65-70. Значит, на южном полюсе там температура зимой минус 70. Вот сейчас эти напор, там, минус 75, значит, напор под 100 градусов. Вот на 100 градусов напор, и, конечно, ветер очень хороший. То есть, вот начинают где-то с сентября месяца и по май хорошо очень дают, действительно, на Ямале. Ну, а летом на Ямале, там, да, да, там плюс 10, плюс 15, ну, на экваторе те же самые 25. Ну, значит, 10 градусов. Конечно, 10 градусов это мало, чтобы создать настоящий напор тепловой, чтобы тепловой напор работал там в геосмыслии, чтобы качало нормально, напереток. Конечно, летом тихо, но как-то проблема решается. Во-первых, я сказал, что у нас не сетевой проект. Поэтому электронагия будет приняться для производства сессионистических топлив, и если будет, даже если будет небольшой перепад в производстве, ну, ничего страшного, значит, производители, потребители не пострадают. Кроме того, значит, в зимний период на Ямале будут образовываться у нас хранилища. То есть там масса всего-нужного полостей. Если вы посмотрите на разрезы, как там залегает газ, то есть там начинает от синаман, аппских и так далее, значит, в глубину пошло от 550 метров и до 4. То есть 10-12 слоев. И везде очень достаточно хорошие плотности. То есть и самые верхние будут использованы для хранилищ. То есть сам верхний слой будет использован. Метан, отжар. После этого это всё дело хорошенечко упаковывается, чтобы не было протечек. И вот такое хранилище, оно способно при его хранении там водородом, значит, давлением до 100 атмосфер, значит, протечки только 1% в год. Вот считайте. То есть это прекрасное хранилище для водорода, ну и для кислорода, тут кислород похуже, он растворяется, уходит. А водород вообще приказно держится. То есть протечка 1% в год, это нормально. То есть это у вас источник для сглаживания любых электрических колебаний, которые там у вас в дальнейшем возникнут при больших мощностях и так далее. Вода зайдёт речку генерации. Тут просто этот водород поднимается снизу, подаётся на обычные тепловые электростанции, сжигается и метрики стоят в это время. Тепловые электростанции работают. То есть при больших мощностях все эти вопросы решаются. Второй вопрос, который вы задели, он намного сложнее, намного объёмнее. Я вам скажу так. Значит, вот национальные системы США объединены гигантским суперкомпьютером, вот они в состоянии решать такие задачи, только вот несколько таких. Есть даже не одна только система. Глобального обтекания тысячи, десятков тысяч бедряков. Поэтому в точности, в точности сказать о последствиях я не могу, но я могу совершенно точно сказать об одном, что гидравлическое сопротивление вот этого сооружения, оно будет больше, чем, допустим, сопротивление архитолога новой земли. Соответственно, потоки будут точно совершенно отклоняться. Это означает, что северо-восточная циркуляция пойдёт не внутрь страны при больших мощностях, она пойдёт по северному побережью, соответственно, на захолаживание Скандинавии. Да, там проблемы могут быть, да. То есть мы при определённых мощностях можем, допустим, Швецию заморозить. Но, с другой стороны, вот этот плотный поток, все эти расчёты, кстати, и есть сейчас. Америка этим очень плотно занимается. Называется климатическая война, климатическое оружие. С помощью бедряков можно войны вести. Очень серьёзно. Но, с другой стороны, зажатие циклонов с северным потоком означает, что они будут заходить именно сюда. То есть в дальнейшем, через 50-70 лет, вот эти потоки циклонические, которые формируются на северо-западной части от Марокко, и в основном, конечно, это и Атлантийский океан и залив мексиканский, вот это всё, оно пойдёт на Европу более ровно, более ровно. И, соответственно, ну, если вы смотрите, допустим, знаете, что у нас дождь бывает только от западных ветров. Вначале в Москве, через три дня у нас на Урале, ещё через два дня через три дня в Красноярске. То есть это всё одна и та же циклоническая циклоническая. И это всё только отсюда идёт влага. Других у нас источников, все восточные ветры у нас сухие, они никогда ничего не приносят, ничего. Вода идёт только с запада, это с Атлантики. То есть вот этот вот циклон, да, он будет зажат, он будет рассеорошать, и у нас, в нашем-то понимании, у нас лучше будет. То есть у нас будут регулярные дожди и по Уралу, и по Сибири, и вплоть до Байкала, ну, там поток уже ослабляется и уходит. Тан-Майюр. То есть до дальнего восточного не доходит. А вот до Читы это всё доходит. Поэтому если нормально отжать северо-восточную циркуляцию от полюса, не дать ей заходить, ну, тайм-выбр придётся ещё в дальнейшем применять, не дать ей заходить сюда, то это решение наших проблем. То есть у нас будет другой климат, у нас будет стабильное решение. Ну, я повторяю, проблемы могут возникнуть у скандинавских стран. То есть такие расчёты и есть, они делаются, в Америке они делаются. И, кстати, в Германии уже обнаружили изменение климата. То есть там в рядах, там, где большие плотности ВЭС стоят до 10 гигаватт, да, там уже потише и не заходит в некоторых случаях. Ну, срабатывается поток. Ничего с этим не сделать. То есть энергию отнимаем, тормозим. И, в общем-то, есть такие проблемы. Они будут... Ну, для нас, в стране, всё будет нормально. Проблемы на международном уровне, они будут возникать. Это вот точно совершенно. Спасибо за пояснение. Значит, становится более понятно, что в Сибири потеплеет. Это для населения как бы благоприятно. Но начнёт таять вечная мерзлота, и, соответственно, мы получим очень солидный выброс метана. Но сейчас следующий вопрос не с этим связан. То есть, как бы некоторые экологические последствия понятны. Значит, вопрос связан с тем, что в последние годы есть определённый опыт внедрения больших, скажем так, гигантских по сравнению с обычными решениями строительства и прочих таких вот проектов, осуществляемых в России. Значит, если сам метатес планировался на одну сумму затрат, в итоге он получился в 4,5 раза дороже. Значит, вот вчера мы слушали доклад по энергосистеме Тюменской области. Значит, планируемые затраты на сетевые решения увеличились, собственно говоря, на такую же величину. Энергосистема, она тоже организована с руководящим, с присутствием государства. Соответственно, ваши проекты без государства, естественно, не обойдётся, и он даже ещё более гигантский. Соответственно, пролонгируя, значит, метод развития таких проектов, ну, ваш проект будет ещё более длительный, а, соответственно, коэффициент, можно предположить, будет ещё более крутой. И та цифра, которую вы закладываете в полдоллара на, значит, если не ошибся, на слух, на килограмм водорода, значит, будет превозведена раз в 5-6. Тут возникает ещё такой момент, что всё равно ту цифру по стоимости водорода эта цифра не превзойдёт, она будет только 3, вы назвали цифру существенно дороже водорода. То есть, получается, воплотители проекта, имея такой большой зазор, будут иметь большой соблазн деньги не считать вообще. Зачем их там считать-то, всё равно всё окупится. Вот, предусмотрены ли механизмы защиты от такого развития событий? Спасибо. Да, значит, отвечу на оба вопроса. Значит, первый вопрос тоже очень правильный, и мы тоже, значит, его тоже учитывали. Действительно, проблема растапливания северных территорий, это сложнейшая проблема, и она очень важная, её учитывают. Допустим, если кто не знает, то в «Газпроме» даже уже вышел циркуляр, значит, все проекты рассчитываются по вечной резлоте. На ближайшие 50 лет там идёт превышение 2 градуса. То есть, вот так вот они, то есть, технические требования для всех проектов предусмотрены, что через 50 лет будет потепление на 2 градуса, и, соответственно, вот эти все проекты, которые основаны на использовании вечной мерзлоты, несущей способности, все эти технические решения, они должны удовлетворять вот этому потеплению. Действительно, это очень опасная вещь, и действительно метан такого мерзлотного состава, он имеет огромные объёмы в нашей стране, он 17 триллионов кубов его запасы. Конечно, если всё это дело выйдет, поверхность это будет катастрофа, это никакой углекислый газ рядом не стоял, с опасностью, который стоит себе метан, заключённый в вечной мерзлоте. Вот, поэтому, когда мы решали эту задачу, мы, естественно, этот вопрос тоже поднимали, и он был исследован. Значит, смотрите, при такой мощности ВЭС, по нашим расчетам, ну, соответственно, ветер идёт, как вы знаете, да, если, представляете, газа турбина, там тоже поток очень горячий заходит, на выходе он холодный, почему? Что срабатывается энтальпия? Значит, на выходе после серии, после многих рядов ВЭЛ, конечно, ветровой поток будет захолаживать. По нашим понятиям, он будет захолаживаться где-то от 5 до 10 градусов. То есть, ну, и сам-то Ямал, я думаю, что мы приморозим хорошо, то есть, градусов на 5. И в этом смысле, наоборот, вот это решение техническое, оно предотвратит и выбросы метана, и растапливание вечной мерзлоты. То есть, это будет решение вот этой самой тяжёлой головной боли для человечества, это именно выбросы метана из зон вечной мерзлоты. Я повторяю, по предварительным расчётам, 5 градусов, 250 гигаватт способны дать 5 градусов на намораживание. То есть, ну, соответственно, если общий климат на 2 градуса повысится, мы минус 5 опустим, то есть, ещё минус 3, это нормально будет. Живая среда, которая там есть, она от этого дела не пострадает. Вот. Поэтому это нормально всё. Теперь то, что касается управления себестоимостью. Значит, меньше всего, меньше всего мне бы хотелось, чтобы государство оказывало какое-то влияние на в части вот этих коррупционных всяких схем и так далее. Поэтому мы стараемся привлекать таких людей, таких, такие силы и такие компании, которые имеют свою коррупционную, заводить их в процесс. Вот, например, компания Fordham финская, в которой мы работаем. ну, просто там не получится эту компанию нагнуть, чтобы она сработала на вот такие вот задачи. Ну, и многие другие европейские компании не просто не умеют воровать. Вот. Но если заставить на более высоком уровне, это, считай, все дело их решать, тогда есть международные инструменты. Есть европейские, есть европейское право. Вот. Ну, я повторяю, что главное препятствие, с которым все эти коррупционеры столкнутся, это все равно выживание, выживание нашей страны, необходимости выживать. И вот это здоровое ощущение того, что нашей стране надо выживать, оно все равно будет избавлять нас от коррупции. Вот. И это не такая страшная болезнь. Вспомните произведение Некрасова. Вспомните, Ермила Герин собрал в шапку деньги, значит, через год всем все вернул. Вот. И все брали, кому сколько было надо. То есть такая нравственная цена в России существовала. И она будет существовать, и она будет существовать, никуда она не денется. Я, забыла, что вам могу пример привести. На одном заводе меня рассказали случай на оборонном заводе, что до 63-го года зарплату приносил начальник цеха, мешок выбрасывал просто с деньгами на стол и говорил людям, чтобы они брали каждое свое. Вот такое было. Ни, 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 никаких расписок. Просто начальник цеха ходил с мешком за деньгами приносил от мешок, выкладывал. Люди брали свое и все. До 63-го года так было. Потом он нашелся один человек, который взял больше и вот с тех пор появились расписки. Стали ходить в кассу. Поэтому это не проблема. Она будет решена в нашем обществе. Есть, во-первых, нация хочет жить, чтобы ей жить, ей надо бояться от этих всех коррупционных всех и от государственных тоже вот этих всех искривлений. Ну, все будет нормально. Я не вижу, есть проблемы. Соответственно, и цену мы удержим. То есть, как заявлено, так и удержим. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Ильич, за очень интересные выступления. Что? Вопрос о время. Понятно, что это очень большой проект, у него очень большая длинная история. Мы с вами говорили уже о необходимости поддержки такого проекта, в том числе правительством Свердловской области. Я надеюсь, что в этом направлении движение у нас будет, ну, и, возможно, наши с вами какие-то встречи для этого необходимы. Конечно, сейчас упоминали, что большой проект, скорее всего, он будет таким, скажем так, открытым, и общественно значимым. Соответственно, нужна будет поддержка и какой-то консенсус в бизнес-сообществе, и наверняка необходима будет поддержка, а следовательно, понимание для этого обсуждения в экспертном сообществе. Я так понимаю, что вот этот процесс только начинается, и, наверное, тут будет много интересных событий. Во всяком случае, если такие события будут у нас в Свердловской области, на ИНО-Проме, где не удалось в прошлом году эту тему обсудить, может быть, мы специально обсудим эту тему, как-то сможем вместе с вами организуем в этом году, в следующем, я имею в виду, в 2013 году. Поэтому я думаю, что этот проект будет находить еще и своих энтузиастов, прирастать еще этим капиталом, вот, движущей силой энтузиастов. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что эта встреча будет иметь продолжение. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ